Почему одни люди успешны, другие нет? Те, которые стали успешнее, они выбирают что важное, а потом для этого находят время и деньги. А другие, они что говорят? Я пока это делаю, потому что денег и времени нет пока. Попозже подумай об этом. Они выбирают из того, то, что сейчас на него иметь доступ. Силей хватает, деньги хватает, время хватает. Они начнут выбирать так. Соответственно, к чего-то большое, к чего-то великое у них так и не время и деньги не появятся. Поэтому, чтобы жизнь не потратить на мелочи, нужно сначала выбрать, что важное тебе и для него найти время и деньги. И цели тоже сами. Стратегические цели, которые мы говорим, не думать о деньгах, выбрать, что важно делать, когда мы поняли, что это надо, а потом под него работать, работать, чтобы находить деньги и время и все. И потихонечку получится. Я заметил, что люди не умеют думать. По большому счету, основной проблемой людей не потому, что жизнь сложная. Пожалуйста, внимание. Основной проблемой людей не потому, что задачи, которые у них есть, не решимы. Или проблемы, которые у них есть, они очень трудные. Проблема заключается не в самом проблеме. Проблема заключается в способности их мысления. То есть люди затрудняются думать, им тяжело думать. Им трудно думать. То есть как находить пути решения. Им вот это тяжело. Например, другими словами, давайте возьмем два человека. Простыми словами, скажем одного человека вот так и другого человека. У этого представьте, что он миллионер. У этого представьте, что человек, который элементарно работает, чтобы просто кормить себя и так далее. Теперь скажите, пожалуйста, задачи, которые у этого человека попадут под рукой. Под рукой. Какую-то задачу. Например, элементарно. Купить дом. Для него это проблема. А для него это проблема. Вы видите, оказывается, проблема заключается не в самом проблеме. Проблема заключается в голове людей. Не надо его думать. Например, дальний момент. У вас есть какая-то ситуация. Откуда я это понял? Когда был в долгу и проблемах, и денег не было, и так далее. И очень было тяжело. Я сидел, думал, вот моя проблема. Были бы проблемы для Дональда Трампа? Я думал, это же была какая-то ерунда какая-то. Наверное, он каждый день решает какие-то десятки таких задач. Я сидел, думал, значит, не проблема сложная. Значит, я маленький человек. Бедные мысли категориями толпы. Что значит бедные мысли категориями толпы? Знаете, вся мода, мода, вот это все, вот это, если посмотрите, вот это все, то, что происходит на современном мире, она адаптирован и ориентирован на мышление толпы. Что это такое? Если вы внимательно посмотрите, все вот это, то, что происходит вокруг нас, вот это, она ориентирована на мышление толпы, толпа. Это мода, это все менталитеты и так далее. Это мышление толпа. Толпа сам по себе, вот внимание обратите, толпа никогда успешной не бывает. Если среди толпы единицы, которые успешны, кто пойдет путем, как толпа, он никогда не добьется успеха, потому что это невозможно, это нереально. Правую руку поднимем, повторим за мной. Если мы будем делать то, что делают все, мы получим те результаты, которые имеют все. Если мы будем делать то, что делают все, это золотая страница, мы получим те результаты, которые имеют все. Все богато не бывают, все счастливы не бывают, все умны не бывают. Чаще всего толпа бедные. Чаще всего толпа, это что? Нуждающие. Значит, толпа сидит возле телевизора, ты не садись. Толпа часто ходит по свадьбам, а ты не ходи. Толпа часто ходит по базарам, а ты не ходи. Ты будешь просветать. Мой наставник однажды мне говорил такую фразу, он сказал, что знаешь, но вот есть дорога, есть дорога, внимание, есть дорога, где все толпы народа идут, а ты не иди по нему. Создай свою дорогу. Пусть она маленькая, но свою тропинку, но сделай его. Я себе думал, классно, давайте посмотрим все миллионеры и миллиардеры в этом мире. Они создали свою дорогу сами. Стив Джобс создал Apple, свою дорожку. И давайте любого этих богатых людей, посмотрите, они создали свою дорогу. Большинство из них вот так и сделали. Просто создай свою дорогу. Вы знаете, вот пусть маленькая, но она должна быть твоя. И ты просветаешь. И это здорово. Поэтому бедные люди мы с категориями толпа. То есть как? Они делят то, что делят другие, они копируют то, что делают другие. Они мечтают жить как все. Или основная приоритет для них не жить хуже других. Что скажут другие, как скажут другие, не быть хуже других. Вот в таком духе. Что дают богатые люди? Богатые мысли категориями индивидуальности. Богатые мысли категориями что? Индивидуальности. Что означает, что богатые мысли категориями индивидуальности? Это означает, что надо найти свою именно сильную сторону. Надо найти свою индивидуальность. В чем ты силен? В чем ты особенный? Что есть у тебя то, что у других нет? Что могут тебе помочь быть индивидуальным? Знаете, у всех людей есть индивидуальность. Я этому верю. У всех людей есть индивидуальность. Нужно его эту индивидуальность находить. Когда человек найдет свою индивидуальность, он однозначно просветает. Всегда люди просветают, когда найдут свою индивидуальность. Значит, получается, что проблема не потому, что жизнь сложная. Проблема в том, что люди не могут найти себя, не могут найти свою индивидуальность. А чтобы найти свою индивидуальность, надо найти наставника и надо тренироваться разную свою сильную сторону. Пока ты не найдешь, в чем ты силен. Но если ты не попробуешь, ты не поймешь, в чем ты силен. Правильно? Откуда ты можешь узнавать, если ты ни разу не попробовал? Это же надо попробовать, чтобы узнавать. Человек, если кто-то смог сделать что-то, ты тоже сможешь. Если у кого-то что-то не получается, это не означает, что у тебя тоже не получится. И для чего мы об этом говорим? Потому что часто люди берут пример от неудачников. Часто люди берут пример у тех, у кого не получается. Зачем брать пример от того, у кого не получается? Когда можно брать пример у того, у кого получается? Сомнение осталось от дьявола. Когда Господь сказал почти поклоняйся перед человеку, он сомневался о своей высокомерии. Он сказал, я должен поклониться перед этим человеком. Ты его создал от глины меня от огонь. Как я могу перед него поклоняться-то? И вот это сомнение с того времен пришлось к нам. Это что означает? Если человек сомневается в себе, его реальная жизнь превращается в ад. Попробуйте на минуточку, и вы это увидите. Например, попробуй сомневаться в своей жене. Твое счастье превращается в несчастье. У тебя много будет боли, обиды, переживаний. Сомневайтесь в своем мужа, и вы сразу увидите. Счастье вообще исчезнет. Сомневайтесь в успех. Успех превращается в неудачи. Сомневаюсь в успех. Успех превращается в неудачу.